Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задонновым на Юмор.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла пятница, пятница 13-я, и мы начинаем программу Неформат, абсолютно неформатную, традиционную нашу, которая выходит в эфир как раз по пятницам. Сегодня у нас немного необычный формат, прошу прощения за каламбур этой программы, потому что наш автор и ведущий программы Неформат Михаил Задоннов находится с нами по прямой связи из славного города Рига. Здравствуйте, Михаил Николаевич! Здравствуйте! Я считаю, Максим, надо посвятить, знаете, нам каждую передачу надо чему-то посвящать. У нас сегодня пятница 13-я, вот я обратил на это внимание, только когда вы так объявили все очень конкретно и точно. Я считаю, надо посвятить вот чему, развенчать суеверие, потому что люди, которые живут в Суверии, пятница 13-я, им страшно жить в этот день, пятницу 13-го. А мы должны с вами улучшить настроение, а кто умеет смеяться и улыбаться, тому страх не страшен. Вот так, вот этому мы и посвятим. Абсолютно точно. Друзья, вы можете нам звонить на 0731, вы можете нам писать на 8870 со своих мобильных телефонов, мы обязательно отсмотрим все сообщения, отследим ваши звонки. И отследим ваши звонки, как звучит, да? Да, вы наследите, а мы отследим. Примем ваши звонки в эфир, и Михаил Николаевич Задорнов ответит на ваши вопросы. У нас сегодня огромное количество тем, но по традиции для начала мы начинаем с некоторых наблюдений, которые, вот Михаил Николаевич, вам удалось почерпнуть за эту неделю. Ну, за эту неделю что-то из старого, поскольку мы, да, я объясню, почему мы начинаем именно вот с такого жанра. Ну, во-первых, не все сразу включаются в передачу. Надо заманить, поставить такую замануху, капканчик. А что может быть лучше, чем какие-то веселые наблюдения? Во-вторых, в прошлую передачу мы назвали, после прошлой передачи мы назвали победителей этого конкурса, который пришел на ум прямо во время прошлой передачи. Более того, сувениры готовы, и работники Юмора ФМ все эти сувениры вышлют на следующей неделе, ну, а нам нужны новые победители. Мы снова объявляем на эти ближайшие два часа конкурс вот на какую тему. Знаете, вот я сейчас нахожусь в Риге. Вот здесь все названия очень точные. Магазин называется правильно. Вот сразу знаешь, что в нем продается. Никаких изысков, никаких фантазий. Такой Евросоюз. Вот как подземный переход в Брюсселе или в Голландии, он и туалет в Лондоне, они одинаково сделаны плиткой, все отформатировано. В России все-таки еще жива фантазия. И мне удалось за последнее время сделать несколько выписок. Вот я считаю, вот в этом жанре давайте объявим сегодняшний конкурс. Названия на разные магазины, предметы, ценники. То есть опять капканчик, замануха, чтобы впендюрить лохом. Вот так скажем. Вот, вот, вот. Что вы видели из того, что помогает впендюрить лохом? Пример. На базаре надпись на прилавке в Москве. Сардельки свежие. Готовы? Брежневских времен. Кулинария в Ростове-на-Дону. Надпись на витрине. Котлета, как называется? Вот для лохов это важно. Котлет называется незнакомка. Вот так вот хочется ее погладить. Нежность незнакомочка. В мебельном каталоге диван-кровать торнадо. Ну, это реально катапульта какая-то. Водка называется. Ежедневка, мол, не заблуждаюсь. Название торта. Негр в пене. Это даже страшно представить себе этот образ. Кому это на ум пришло? Шоколадный батончик. Курьез в шоколаде. Салон красоты страшная сила. Не знаю, кто там страшнее. Только салон красоты называется хмарочоз. И ведь туда же идет кто-то. Видимо, не те, кто... Может быть, те, кто называли, знают, что такое хмара. А те, кто идут туда причесываться, вряд ли знают, что это про них. Конфеты. Вот это супер, Максим. Я купил пять наборов. Могу выслать один в подарок. Визит к бабе называется. Ну, какая фантазия. Ну, где в Евросоюзе догадается конфеты назвать визит к бабе? Фирма такси «Бешеная черепаха». Семечки. Плевое дело. И в одном из поселков Сильпо. Помните, такие были магазины? А тут гениально. Супер Сильпо. Супер Сильпо. Продуктовый магазин в одном из подмосковных городов. Риск. Риск. Вот так вот. Неизвестно, на чем подорвешься. Магазин бытовой химии, Максим. Гурман. Сколько еще есть у меня времени? У нас есть, Михаил Николаевич, звонок от Дмитрия из Пермского края. Я предлагаю его приятного. Потому что у меня тут погромная коллекция. Да, да, да. Дмитрий, здравствуйте. 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 Михаил Николаевич. Да. А, добрый день. Добрый, добрый. И далека ли в покое у вас город Березняки? Да. Очень популярный город Пенский край. Естественно, там Менщиков был. Да. Михаил Николаевич, мы вас очень любим, уважаем. Такой вопрос. А, Менщиков был? Да, Менщиков. А, да, да. Был, был. В ссылке. Ну, давайте так. Михаил Николаевич, такой вопрос. Вот, вот, когда вы будете у нас в Гестролине, вы хотели вас увидеть. У меня очень много друзей, которые любят вас, уважают и хотели вас увидеть, ну, живую, скажем так, не по радио. То есть не в мертвую, да? То есть не на похороны ко мне. Ну, видимо, у Дмитрия... Конечно, каждый может. Я не знаю, когда в Березняках, но судя по тому, что туда ссылали, давайте приезжайте ко мне лучше на концерт у меня. Лучше в концертном зале Слободкина. Концерт, приезжайте к нам. Нет, Березняки, было бы интересно съесть. Я скоро буду в Перми. Приезжайте в Пермь и посмотрите там концерт мой. Ну, я не знаю, довезут меня до Березняков. Нет, меня ведь перевозят часто в гастролях, как туловище. Вот так вот берут, лопатами грузят на носилки и с концерта на концерт носилки в Мерседес загружают. Спасибо за приглашение. И особенно то, что вы меня любите, вот просто здорово. Вот еще звоните. Да, я просто хотел сказать, что таких звонков поступает огромное количество. Я решил, что давайте мы примем и послушаем человека, потому что люди звонят со всех концов страны и спрашивают Михаил Николаевич, когда вы к нам приедете? У меня есть просто предложение. Друзья, заходите на задорнов.нет, да, и там наверняка вся информация есть. Задорнов.нет, во-первых, там есть афиша. Во-вторых, в моих блогах, в сетях выставлены многие концерты. И приезжайте, милости прошу. А вот, и вообще, все, кто говорят, что меня любят, имейте в виду, все, кто меня любят, я их тоже люблю. Я очень любвеобильный. Поехали дальше. Спасибо, Михаил Николаевич, за взаимность. Взаимность. Ну, продолжаем. Да. Затравку, замануху конкурсу. Вот. На базаре видел лично ценник недавно. Утка-100 рублей. Утак-200 рублей. Объявление в магазине инструментов. Купи перфоратор. Дальше простите меня за откровенность, но это написано на плакате. В скобках. Стань главным по дыркам. Вот. Помните, я объявил этот девиз нашего конкурса. Впендюрить лохом. Бананы. Тоже сам видел. Вот эти прогнившие с пятнами лежат на прилавке. Но ведь надо же их продать доверчивым нашим лошарам. Написано, бананы леопардовые. И ведь перрон, потому что леопард. В Москве магазин одежды больших размеров. Называется суперчеловеческая одежда. Чтобы вы не заблуждались, что это чехлы от рояля или там покрывашки. Я хочу сказать, что много уже начинает приходить сообщений. У нас редакторы сейчас отбирают. Тогда последним, наверное, последней наблюдашкой, быстренько. Название женского белья. Какая же все-таки фантазия у русских. Ну, не увидите вы подобного в Латвии. Здесь и штрафуют. А у нас это завлекуха. Женского белья. Ну, как не пойти, не купить жене или любимодержки. Называется Титиндом. А магазин мужской белья. Ну, как вот бабе не пойти и своему мужику не купить. Труссильвания хаос. Ну, гениальный этот народ. Просто не туда свою гениальность тратит. Ценник в Ярославле. Трусы девчачьи. Остались размеры 54-56. Я поздравляю Ярославль. Девчачки там славные совершенно. Ну, и последнее. Мне подарили в Челябинске водку. Мало того, что она называется Белочка. Уже очень современное название. Я не пьющий, извините. Могу откровенно об этом сказать. И я пришел в гостиницу, поставил эту водку на тумбочку рядом с кроватью и лег спать. Друзья мои, откуда я знал, что этикетка у водки фосфорицирующая? Я когда заснул, я даже не предполагал, какой кошмар меня ожидает в ночи. Многие же из вас просыпаются. И я просыпаюсь. Я проснулся, а на меня реально зырит из темноты Белочка. У нее горят зрачки, глаза, а снизу светится надпись «Я пришла». Друзья мои, итак, конкурс объявлен. Мы ждем ваших сообщений. Наиболее удачные мы будем зачитывать. Ниже пояса не надо ничего присылать. Мы иногда стесняемся. Не всегда, но иногда. Михаил Николаевич, я буквально пару, тройку сообщений прочитаю, чтобы сказать... Что это уже началось. Да. «Рязайн салон красоты. Баба-яга». Это я знаю, видел, лично подтверждаю так. И туда очень любят ходить бабы-ежки. Так. «Мясная лавка в гостях у Пятачка». Ну, наверное, довольно распространенное название. Ну, правда, забавно. Забавно, забавно. И здесь сразу... А я вам говорил, это гениальное в меню было название «Филе свиное». И называлось так. «Филе свиное» — это мелко, а крупно. «Пятачок» — ты был неправ. Вы знаете, я был в Китае где-то около года назад. И в одном из ресторанов, который назывался «Китайский перемень». В Харбине. «Перемень». «Перемень». «Перемень», да, абсолютно. Было написано именно так. «Китайский перемень». Это было в Харбине. Там, среди прочих блюд, встречалось такое. «Рука рвет цыпленка». Что? Что? Ну, до слова перевод с китайского. Вообще, когда люди выучив... Ой, Максим, знаете, что интересно? Это то, о чем мы с вами говорили. Это переводы вот эти. Это же перевод компьютерный. Знаете, когда телячий язык был написан в меню поезда «Рига-Москва» «Вилл-Лэнгвич». Лэнгвич, язык телячий язык. Это вот из той же серии. У меня знакомый англичанин написал письмо девушке по-английски, и она русская. И он взял переводчик гугловский. А тот ему так перевел, что девушка с ним даже по телефону не хочет разговаривать после этого. Друзья, мы на некоторое время прервемся, чтобы вернуться в студию и продолжить программу «Униформат». Продолжаем программу «Униформат». У нас сегодня такая телепатическая и телесвязь. Телемост. Телемост с Ригой. А нет, телепам. Не знаю, короче, мы телепаем. Да, радиомост, друзья, для того, чтобы вы могли услышать, как на ваши вопросы отвечает Михаил Задорнов по нашему коннекту из Риги. Ему помогаю вести программу я, Максим Забелин. Я сижу здесь в студии, Юмор.ФМ в Москве. Есть несколько сообщений, которые я бы хотел отметить. Москва, Лефортовский рынок, палатка, куриные запчасти. Прислав Вячеслав. Здорово. Очень хорошо. Я считаю, это уже претендент на первое место. Куриные запчасти. Был один пацан с сочинением, когда в письменной работе, ну, это уже продукт сегодняшней реформы образования, написал, «Корова – это животное с четырьмя ногами по углам». Вот это и стоит. Причем, особенно запчасти, запчастей, судя по магазинам, много, знаете, каких – крылышек. Иногда приходишь в магазин, говоришь, у нас только крылышки. У вас что, к улице вертолет была, что ли, с одними крылышками, ни одной ножки. Давайте дальше. Еще есть вот конфеты «Бешеная пчелка», это, видимо, вслед «Бешеной черепахи» такси, о котором вы говорили. И еще одно сообщение, которое мне понравилось, его прислал сам Владимир Владимирович. Это ЛСД, лицо ЛСД там внутри, в «Бешеной пчелке». А кто еще, что еще? Еще прислал Владимир Владимирович, правда, фамилия его Козлов. Вот, из города Электросталь. В городе Электросталь, пишет Владимир Владимирович, есть магазин одежды под названием «Валькирия». Нормально, держит этот ресторан одни... Ресторан? Нет, это магазин одежды. Во-первых, в «Валькирии» ходили почти голыми, начнем с этого. Хорошо еще «Венера Милосская» крем для рук назвать. И в «Валькирии» ходили полуголые и были воительницами. Но я считаю, что хозяин ресторана обязательно Один. И как только заходишь, у тебя голые бабы там мечами на части... На запчасти на куриные. На запчасти куриные. Растирают. Максим, и ведь людям нравится это, нравится незнакомое слово. Вы понимаете, в чем лошизм полуграмотных людей? Это начала действовать вся та же моя любимая реформа образования. Безграмотным нужно неизвестное слово. Это так же, как называют магазин продуктов «Эрот», допустим. Люди не знают, кто такой «Эрот» и идут туда. Но это не надо путать продуктовой с магазином с секс-шопом. Что еще у нас? У нас очень большое количество сообщений, которые приходят по поводу сегодняшней пятницы 13-я. Некоторые люди боятся, некоторые говорят, что им везет, наоборот, 13-го числа. В этой связи у нас есть подборка от нашего шеф-редактора службы информации Маши Белкиной. Спасибо ей огромное за работу. Потому что у нас член нашего коллектива. Да, конечно. Страстная пятница 13-го будет очень опасной. Об этом заявил астролог и руководитель русской астрологической школы Александр Зараев. Во второй половине дня с 14 до 19 часов нужно быть более внимательными, говорит он. Этот период еще более аварийный, конфликтный и нестабильный. Михаил Николаевич, нам осталось до 14 часов по Москве еще 40 минут, когда мы можем наслаждаться стабильностью, а потом начнутся аварии, конфликты и нестабильность. Ой, потом так опасно будет. Ну. Далее, что касается самого происхождения пятницы 13-го, боязнь нехорошего числа, именно числа 13, это известный факт, приводит к тому, что, например, в Венском парке аттракционов на чертовом колексе нет кабины под номером 13. Так во многих гостиницах Европы нет этажа 13-го. Да, в США во многих... В Талине нет, в гостинице этажа 13-го. Да, да. За 12-м, да, сразу следует 14-й. Так вот, откуда произошла боязнь... То есть за первым девятым вагоном, второй девятый. Это точняк из моей инструкции для дебилов. Поехали дальше. По утверждению ученых, суеверный страх перед пятницей 13-м берет начало в дате одновременного ареста рыцарей ордена тамплиеров, устроенного по приказу французского короля Филиппа IV Красивого, в пятницу 13 октября 1307-го года. Ну, вот и ответ на вопрос. Опять банкиры пропиарили свою идею. Кто такие тамплиеры? Первые банкиры. Они придумали безналичный расчет, друзья мои. Они придумали, разводило всеевропейское. Красивый Филипп их разогнал, не знаю по каким соотражениям. Скорее всего, не отстегнули. Потому что, когда кто-то наезжает, ищите, где бабки зарыты, и не надо лохматить бабушку, как говорил известный персонаж. Да, конечно, и люди поверили ведь в это во все. Я жил в доме номер 13, 40 лет счастливо. Ну, что вы мне будете рассказывать про цифру 13? Лучшие годы моей жизни. Ну, психологи, на самом деле, здесь еще считают, что в пятницу 13-го не везет тем людям, которые верят в то, что пятница 13-ая приносит какое-то несчастье. Все остальные замечательно и удивительно живут. Знаете, вот если не шутить, а мы же с вами все время вставляем в нашу передачу какие-то витаминки. Я считаю, что есть вера, а есть суеверие. И наистинно верующий человек не может быть суеверным. А вот этот момент многие не понимают. И заменяют веру суеверием. А какая разница? Вера на любви основана, а суеверие на страхе. Вера – это жизнь без страха. А суеверие со страхом. А людям надо, а властителям и банкирам, ежесними, надо, чтобы люди боялись. И они как можно больше придумают суеверие. Чтобы вот встал утром человек и уже начал бояться. Чтобы он жил в страхе, чтобы он не был верующим. Чтобы жил не в любви, а в суеверии. Кстати, я все время часто говорю нашим христианам и православным. Ты же православный. Скажи, почему ты веришь в число 13? Хорошо, ты в Евангелии читал про число 13? Ты в Библии читал об этом? Христос говорил про число 13. Вы почему в это? Значит, извините, вы не верующие, если вы верите в приметы. Так же, как и астролог. Ну вот что он нам лапшу на уши вешает? Известно он, неизвестно. Вы знаете, как Сталин астрологов собрал в 30-е годы и всех казнил. А они все к нему приехали, думали, он их будет по головке гладить. Если вы астрологи, вы что приехали к нему? Вы должны были по звездам понять, что он с вами делать будет. Так что астрологи, лучше поучитесь жить в любви. Для начала, прежде чем разводить народ. Отлично, друзья. 0731 номер для ваших телефонных звонков 8870. Номер для ваших смс-сообщений, у которых приходит огромное количество. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, на нашу традиционную, про различного рода проблемы, которые необходимо преодолеть. В пятницу 13-го в том числе, потому что впереди выходные. Через некоторое время вернемся в студию и в Москве, и в Риге. Итак, мы продолжаем программу «Неформат» по нашему радиомосту из Риги. С нами Михаил Николаевич Задорнов. Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что. Что делает их Михаил Задорнов. Мы отвечаем на ваши вопросы, подводим итоги недели. И сейчас я предлагаю перейти к тем событиям, которые вызвали определенный резонанс общественный и в мире, и в России. Давайте послушаем сейчас новость недели, Михаил Николаевич. Да. «Неформат». «Новость недели». Запуск северокорейской ракеты в пятницу 13-го окончился неудачей. Северная Корея сегодня, 13-го апреля, запустила ракету «Инха-3» «Млечный путь». Но запуск окончился неудачей. Пролетев всего несколько минут, ракета развалилась на части и упала в море. О намерении осуществить этот проект власти КНДР заявили еще 16-го марта. Запуск ракеты был приурочен к столетию со дня рождения первого руководителя страны Ким Ир Сена, который отмечается 15-го апреля. Добавлю, что провал КНДР признала не сразу. О неудаче, которая постигла северокорейскую космическую программу, одними из первых сообщили в Министерстве обороны Японии. По данным японцев, ракета пролетела всего 120 километров, после чего развалилась. А вот средства массовой информации КНДР признали, что запуск космического спутника состоялся, но был неудачным, только спустя несколько часов. Как сообщило северокорейское информагентство, спутник для наблюдения за Землей не смог выйти на орбиту. И в настоящее время ученые, техники и эксперты изучают причины неудачи. Михаил Николаевич, как вы прокомментируете? От этого трепещет весь мир. Что произошло, упала ракета? Это грустняк. Вообще, вот этот строй, который в Корее, он поначалу себя оправдывает, поначалу. Быстро развитие индустрии начинается, а потом, конечно, все это начинает деградировать, приходить в упадок. И я должен сказать, что беда для Желтого моря-то. Ведь я как раз той самой специальности, ракетные двигатели. Ведь наверняка это первая ступень ракеты, что-то с ней произошло. То ли она не тогда отделилась, не набрав скорость ракету. А что значит упала в море? Это значит, там топливо разлилось. Это страшнейший яд. Вообще, вояки и торгаши портят мир, природу. И если когда-нибудь наступит на три четверти конец света на человечество, то виноваты будут торгаши и вояки. Они нас приближают к нему. Ведь сколько они загубили природы. Но вот опять та же история. Одни торгаши говорят, что они главные в мире, америкосоподобные и ежесними. А другие им противостоят, делают ракеты, которые падают, черти куда, как и, собственно, как и наши. А кто страдает? Все человечество. Ну и в частности, Желтое море, которое теперь оправдывает. Которое теперь уже очень желтое, желчное просто море. Но это страшно, это топливо выплеснулось. Я забыл, как оно называется, но это жидкостный ракетный двигатель. Дексаметазол. О, точно, напомнили. Я экзамен когда-то сдал по этому предмету. В наше время это нельзя было произносить. И сейчас, вот если бы мы с вами это сказали 20 лет назад, все, тюрьма. За произнесение названия. То есть это софт-секрет, что ли, был? Ну, конечно, естественно. И я был софт-секрет. Я секретное оружие. Просто никто не знает, чье. Ну, что дальше? Да, Михаил Николаевич, у нас на этой неделе еще произошло несколько событий. Одно из них я предлагаю обсудить прямо сейчас. Это спорный очень момент, который вызывает разногласия в культурных слоях нашего общества, ну и, наверное, в обществе в целом. Это награждение премии Ника фильма, который называется «Жила-была одна баба». Вот, я начинал смотреть этот фильм. Больше 15 минут я не выдержал. Я считаю, что это вообще, с точки зрения Смирнова, большая ошибка. Смирнов – гениальный режиссер. Он снял «Белорусский вокзал». То, что он сделал сейчас, это очень нехороший, очень грязный фильм. Это фильм, снятый предателем, но я буду считать человеком, который ошибся. Вот так скажем. Потому что Смирнов – предателем я называть не хочу. Это фильм, унижающий нашу историю, унижающий людей. Хорошо, были гадости, были пакости. У всех народов этого истории существует, но были и другого рода люди. И это неправда. Но, чтобы ответить на вопрос, почему он это снял, вот давайте я задам вам вопрос, и, может быть, вы сможете мне ответить. Кто спонсировал эти фильмы? Так называемые меценаты. Вот наверняка у вас сейчас открыт, в интернет доступ быстро есть. Да, сейчас я найду. Тут есть действительно сообщение на эту тему. Так, тут Зюганов Геннадий Андреевич высказывался на эту тему. Есть... Сейчас мы к этому вернемся. Так, в телевизионном прокате титры мелькают быстро. Это, кстати, сообщение взято с сайта kprf.ru. Я ссылаюсь на источник. Быстро, конечно, мелькают. В телевизионном прокате титры мелькают быстро, а потому далеко не все зрители могут разглядеть в них небезызвестные фамилии Романа Абрамовича, Виктора Виксельберга, Альфреда Коха, Анатолия Чубайса, Леонида Госмана, Госмана Владислава Суркова, Анатолия Серденкова. Идем заканчивать. Нас обвинят. Не надо. Дело не в этом. Я сам рассмеялся. Я не ожидал такого века. Да простите. Ужас какой. Но дело не в том, о чем сейчас все подумали. Дело в другом. Очень богатые люди это проспонсировали. Богатым людям надо, чтобы русский народ знал, что он быдло. Потому что богатым людям надо его обкрадывать. Это все люди, которые обокрали Россию независимо от национальности. Вы, конечно, первых перечислили там, понятно, но там есть и наши русские банкиры обокравшие. Там есть и Чубайс наш любимый. Чубайс, кстати, очень хороший организатор. Если бы ему поручили построить коммунизм и дали много бабок, он бы построил коммунизм. Но ему поручили развалить. Это все и он развалил. Но вот в чем смысл основного. Вот почему этот фильм занял первое место. Почему ему все... Да потому что купить первую премию и все номинации ничего не стоило за такие бабки. Ника посвящена этому фильму. Лишь Россия была поставлена как грязная баба, которую все насилуют. Эта гадость никогда не позволит себе уважающиеся французы снять такой фильм или даже американцы, которые, кстати, любят свою родину. И я, конечно, вот чем, что меня беспокоит. Там написано у вас, мелькают быстро эти фамилии спонсоров. Это с сайта КПРФ, да, взята просто. Взята информация. Меня попросили, да, я нашел ее. Действительно, она есть. Но, да, продолжим, да, это предположение. Они быстро мелькают, действительно, но углядели ведь, откуда я узнал про этот фильм, почему устал смотреть. Я не смотрел награждение во время Ники. А почему я узнал? Да на мой сайт навалилось, задорнов.нет, навалились отклики. Максим, самое страшное, что вот такие... Это как провокация, чтобы возбудить новую волну антисемитизма. Мол, вот видите, кто спонсор и кто дал деньги на то, чтобы Россию такой представить. И возникает очень примитивный, возникает реакция примитивная. Уже снова какое-то скинхедство оживляется. Мол, вот, вы видите, как они нас представляют. Вот, ни в коем случае не поддаваться. Это страшный грех будет, если новая волна антисемитизма поднимется. Вот почему я хочу сказать, пожалуйста, не поддавайтесь. Это фильм-провокация. Для быдла. Одно быдло, откупленное, пишет, что это хороший фильм. Другое быдло хочет поднять волну антисемитизма. Надо остаться в интеллигентной середине. Понять, что к чему. Все это неправда. Это провокация. Я лишь хочу добавить, что для тех людей, которые еще не знают, что это за фильм и почему мы так долго о нем говорим, высказываем различные предположения на этот счет. Фильм «Жила-была одна баба» это исторический фильм Андрея Смирнова, который действительно снял Белорусский вокзал, о жизни России с 1909 по 1921 год, о событиях гражданской войны, антоновского восстания, показанных глазами тамбовской крестьянки. Режиссер работал над фильмом, внимание, с 1987 года. То есть это, да, продолжалось очень долго. Действительно, фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, особенно то, что он был номинирован на Нику и победил сразу в шести номинациях, насколько я вижу, да. Это, ну, раскололо, как я говорю, определенные слои там культурного общества. Несколько скандалов, о которых я сейчас не хочу говорить, произошло на самой премии, на вручении премии Ника. Но то, наверное, о чем стоит задуматься нашим слушателям, это то, о чем говорит Михаил Николаевич, вы сами оцениваете для себя, но помните, что фильм действительно очень провокационный. Он сделан так, что вызывает огромное количество вопросов и такое ощущение, что в нем есть ответы, которые как будто специально положены. Поэтому нужно очень внимательно, конечно, к этому относиться. Никто из моих знакомых, вот, есть порядочные, у меня очень много порядочных, образованных людей, никто не смог смотреть этот фильм. Это, Ника была на Первом канале, вы заметили это, да? А ведь на Первом канале главный кинофестиваль, Золотой Орел и Московский кинофестиваль, и вдруг Ника попадает на Первый канал. За этим фильмом стоят другие люди, не Смирнов, которые могут и Первый канал устроить, и чтобы победители во всех номинациях были из этого фильма. Вот, прислушайтесь к этому и останьтесь равнодушными, бойкотируйте этот фильм. А Смирнову можно лишь пожелать в будущем снять фильм, достойный такому фильму, как «Белорусский вокзал». Он одаренный человек. И не брать деньги у этих спонсоров, которые будут диктовать потом ему, что есть художественные ценности. Он как режиссер сам должен это понимать. Да, на нас сейчас, наверное, обидятся прокатчики, которых мы немножко лишаем возможных доходов. А у нас в прошлый раз, знаете, кто обиделся? Ювелиры. Помните, я сказал, что золото носят те, у кого недостаток ума. Что вот, например, мне сказал я, не надо носить золото. К этой программе, Михаил Николаевич, я снял все золото, которое у меня было, даже две золотых коронки. У вас даже на пальцах ног исчезли кольца. На сосках сняли кольца. Знаете, ко мне пришел мужик один, а я часы ношу для пляжа, они стоят 20 или 30 евро. И он меня спрашивает, а такие котлы, такие нормальные котлы, они выглядят. А он такой... Он говорит, о, как у патриарха. Да, да, да. Такой лошара, такой менеджер банка. И он говорит, ой, а я тоже такие хочу. Ну, я ему ответил мудро. Я ему сказал, ты еще не достиг такого состояния развития, чтобы носить такие дешевые часы. Ну да, у нас, к сожалению, часы, как и автомобили, являются таким признаком статуса твоего. Мы все-таки азиатская страна, конечно, где это важно. Вы насчет патриарха сказали. Мы не хотели с вами комментировать в прошлый раз подробно эти события, связанные с часами, как их в простонародье называют, котлы патриарха. Здесь в Москве, здесь в Риге, сюда приехало много таких генералов от церкви. Генералов в кавычке, я говорю. И их сняла газета «Суббота». На первой странице фотография. Вот они сидят за столом. Максим, парад котлов. 30 тысяч, о которых сейчас говорят, это мелочь. Там по 200 тысяч были, по 300 тысяч фунтов. Евро. Вот это генералы от церкви. Я, знаете, что хочу сказать? Все-таки я документирую то, что мы с вами не документирули в прошлый раз. Ведь если стерли на картинке часы на руке патриарха, это значит, сами они понимают, что такого не должно быть. Если бы, допустим, меня поймали с такими часами, и меня спросили, я бы сказал, ну подарок, ну что ж я... Ну, то есть, я бы так, очевидно, не давал понять. Я знаю, что это не есть смиренность христианская. Короче, я хочу сказать, Христос был скромнее. Он такие часы не носил. А когда мы с вами сказали про нано-пыль, так действительно, слушайте, патриарх отсудил, и ему в суд присудил 20 миллионов от соседа. Ну, не знаю. А это что? Смиренность. Ну, мы с вами тогда впервые в нашей передаче прозвучало слово нано-пыль. Оно сейчас одно из самых популярных в России после этого. Жалко, что в таком фильме, как «Жила-была баба», унижается наша православная церковь, а несмиренные поступки наших генералов от церкви только подсобляют этому делу. Вот это жалко, потому что православная вера – это славь-правь. Друзья, у нас небольшой перерыв на нашу традиционную рекламу. Через несколько минут мы снова с вами. Продолжается прямой эфир программы «Неформат» на Юмор-ФМ по радиомосту из города Рига. Михаил Николаевич Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, и у нас есть звонок. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Михаил Николаевич. Да-да, добрый день. Значит, вы знаете, вот что я хотел сказать. Я сейчас прослушал весьма увлекательный диск по поводу кинофильма. Да. У меня к вам будет два вопроса. Первый, значит, вот смотрите, мне 52 года, я русский. Мне интересно, могу ли я посмотреть этот фильм, несмотря на, так сказать, предложенный вами бойкот, и составить о нем свое впечатление, да? Это как бы первое. Потому что, вы знаете, я этот фильм не видел, я вообще о нем ничего не слышал. Но сейчас, вот прослушав вот этот весь диспут, я, собственно говоря, загорелся желанием посмотреть, а что же это такое, собственно, о чем речь. Вот, это первое. Ну, я сразу, Андрей, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, я неправильно сформулировал концовку вот своей критики этого фильма. Надо, наоборот, посмотреть этот фильм, и чтобы у каждого сложилось правильное впечатление о фильме, о том, зачем его сделали, и как мы попадаем под пиар. Немножко я навязал свое мнение, но посмотреть надо. Если вы держите, ваша система нервная хороша. Поэтому я свои слова забираю обратно. Я неправ был, когда это говорил. Пожалуйста, второй вопрос. Хорошо, спасибо большое. И второй вопрос. Значит, я родился и вырос в Эстонии, в Таллине. Мне интересна вот такая вещь. Изучая историю, так сказать, вот нашей страны, война, и все такое, ваше личное мнение, должны ли мы вернуть немцам Кёнигсберг? Да ни в коем случае. Во-первых, Кёнигсберг находится на территории Пруссии. В начале нашей эры называлась Боруссия. И жили там западные палабские славяне, которые назывались русами. Это выходцы из Венедов были. А потом эта территория была немечена. Такая же территория была, она называлась Ольденбург. Это место, откуда цари брали невест, женихов своих. Вот Пётр Третий, он был из Ольденбурга. Откуда была Екатерина Вторая? Из Ольденбурга. А что такое Ольденбург? Это славянское место, город, который назывался Старград. Старград, переведите Элт, старый Градбург. Это исконно совершенно наши места. И просто они были в своё время, они мечены. Вот почему пруссы были рыжие. Потому что это типичный цвет руса, роса, раса. Вы знаете, что роса даже по-итальянски красный. Я могу долго на эту тему говорить. Кто хочет, пускай перепроверит мои данные и посмотрит карты начала нашей эры. Ни в коем случае нельзя возвращать ничего. Но, а вот продолжая тему фильма, вот в Латвии, в Эстонии фильм пройдёт с успехом. И вот здесь власти, властям он понравится. Вот про Россию гадости. Вот видите, какие они русские. Какая жуть. Ну вот, попытался ответить на два вашего вопроса. Спасибо за вопросы. Да, спасибо большое Андрею. Михаил Николаевич, вероятно, речь, когда пошла про Кёнигсберг, про Калининград, Андрей имел в виду отчасти то мнение, которое существует, нужно это признать, в российском обществе, в части российского общества, которое говорит, ну зачем нам такая территория, мы не можем управиться там с какими-то своими городами, да, а у нас провинция загинается. Поэтому горячие головы призывают отдать Японии, Курильские острова, Южно-Курильские острова призывают отдать Германии Кёнигсберг, ну и так далее. Латвия хочет, чтобы вернули Великие Луки вместе с поселком Пыталово. Не дай бог, зачем им с таким названием поселок? Тут же Эстония будет претендовать и тут же начнется распад России. Да, может быть, аргументы существуют, причины существуют, но ведь отдали же острова Китаю. Вы же знаете, об этом замалчивают. Ведь какие огромные территории отдали Китаю в свое время. И никто об этом не говорит. А почему не говорят? Почему стерли часы патриарха с отражения и не говорят про Китай, чтобы, значит, понимают, сделали нехорошее безнравственное дело. Власти это понимают, поэтому об этом не говорят. Нет, я на сегодняшний день, хотя когда люди начнут дружить, когда придет очередной тиран и скажет, а ну дружите, и все начнут дружить. Вот тогда можно и отдавать. А пока в таком состоянии вражды находятся, ничего давать нельзя. Ничего, ни пяди. Михаил Николаевич, ну при этом есть сообщение, которое несколько подтверждает то, что, ну некоторые, скажем так, из наших замечательных русских людей, ну или россиян, да, не умеют правильно обращаться с территориями, которые им принадлежат. Косвенно это подтверждает следующая информация, которая пришла буквально там несколько часов назад. Вести.ру сообщает, что неудачей завершилась плановая тестовая разводка Кантемировского моста в Санкт-Петербурге в ночь на эту пятницу. Выяснилось, что разводные створы моста были приварены друг к другу, а асфальт поверх лежит слишком толстым слоем. Гениально. Это Медведев должен был провести по этому мосту зимой. А знаете, там на стыке немножко встряхивает. Ну нельзя же встряхнуть президента, это как-то звучит двусмысленно. Поэтому его заасфальтировали конкретно. У братанов есть выражение, заасфальтировали. Реально, понимаете? Ну гениально. Я вам говорил, что к приезду Путина в одном городе в больницу завезли здоровых больных. Вот это из той же серии. Заасфальтировали разводной мост. А в это время мальчишка питерский изобрел, как бесплатно разводить мосты. Я не помню, я вам говорил это или нет. Ну самый дешевый способ. Какие же у нас гениальные люди, Максим. Он придумал следующее. Надо выпускать такие лопасти, которые вот так вот в реку выпускаются, из берега в реку. Давление течения, и под этим давлением раскрываются мосты. Представляете, какой гениальный способ, да? А вот важнее заасфальтировать приезду Медведева, чем подумать, может действительно сделать какой-то инженерный потрясающий механизм. Вот. Это мой ответ. Но, между прочим, Петербург тоже может Швеция потребовать. Ведь в свое время и Латвия, и Польша, в смысле северная часть Польши, и Литва, и Эстония, и берега Финского залива были шведскими. Значит, извините, и Швеция имеет право так же, как немцы на Кенинсберг, на Калининград. Калининград мне название не нравится. Вот это, мне, правда, и Кенинсберг не нравится. Но это надо Медведеву поручить, придумать. Он очень умеет вот это, придумать новое название, расширить границы города, часовые пояса поменять. Это чисто его дело. Вы, конечно, про Семена Геннадьевича Медведева сейчас говорите. Ну, естественно, про Семена Геннадьевича. И еще про многих, кто в телефонной книге есть. Да. У меня еще есть несколько сообщений, но прежде чем к ним перейти, я хочу поднять то, что приходит на 8870 от нас, вернее, от вас, друзья. В Барнауле есть магазин электрики «Все до лампочки». Да. Ильича причем, мне иногда дописывают. В коллекцию Михаила Николаевича Задорнова, в кондитерском кафе города Баскан, что в Кабардино-Балкарии, есть объявление. В нашем кафе вы можете купить кондитерские изделия, приготовленные из мяса, купленного у населения. Потрясающе. Потрясающе. Магазин женской одежды «Модная тряпочка». Вот это точно. Модная, элитная портянка еще можно назвать. Вип-портянка. Так. И вот еще пишет нам, абонент, к сожалению, нет подписи, не могу прочитать. Купил картошку в магазине на полиэтиленовой упаковке, напечатано. Собрано август-сентябрь 2012 года. Картошка из будущего. Не мог удержаться, чтобы не написать. Это название фильма. Картошка из будущего. А мне здесь в Риге принесли работники, ну, ваши коллеги, они же слышат наш эфир, они принесли свои наблюдения, ездили в Мордовию. Ну, Мордональдс это известно, это мы об этом говорили, но закусочные называются разного рода, едальни, закусочные. Одна называется «едун», рядом стоит другая «едок». Это разница большая. Это как Иран и Ирак. А? Иран и Ирак. Иран и Ирак. Да, еду в «едок». Ночной огонек закусочное на дороге стоит, да? Это для ночных бабочек, видимо, слетает. Или пожарное отделение должно надлежаться. Ночной огонек, ночные выезды. И хорошая «незабудка», столовая «незабудка». То есть один раз поел, не забудешь никогда. Конкурс наш продолжается, а мы должны продолжать о событиях говорить, нет? У нас сейчас будет реклама, буквально через минуту. Я просто хочу еще прочитать одно. Это не касается объявлений или названий магазинов, но тем не менее очень смешно. Работаю в офисе поваром, вижу картину. Наша секретарша разгадывает кроссворд. Заглядываю, что же она написала. На вопрос «Кто освоил Сибирь?» пишет «Еврей». Ведь первая буква «Е». Есть, есть первое место. То, что мы назначали первым только, что оно будет вторым теперь. Все, это побить невозможно. Ой, Сибирь освоили. Это современное понимание освоения Сибири. Мы приверемся на некоторое время и скоро вернемся в студию программы «Неформат». Продолжаем программу «Неформат». Вы слышите нас в прямом эфире. 0731 номер для ваших телефонных звонков. 8870 для ваших сообщений. На сайте веселорадио.ру вы можете услышать нас. Если потеряли сигнал с приемника, я вижу просто сообщения приходят из Соединенных Штатов, из Германии, люди нас слушают. Нас глушат в Америке. Да, только в интернете. Интернет везде проникает. Среди сообщений, которые приходят, Михаил Николаевич, есть вопрос, а что происходит в Астрахани? Что такое в Астрахани? У нас просто довольно большое астраханское население слушает юмор-фм. В Астрахани мы вещаем довольно давно. И вопрос заключается в чем? В том, что там сейчас есть некое протестное движение, которое вылилось... Кого-то не выбрали куда? ...серьезные выступления. Да, там есть два... Были два кандидата. Сейчас уже один стал мэром города Астрахани, другой является претендентом. И благосфера, и твиттер буквально кипит сообщениями от тех людей, которые сейчас едут в промышленном количестве в Астрахань, чтобы поддержать Олега Шеина, вот неизбранного вот этого... Навалом едут! Да-да-да, и Леха Навальный туда тоже отправился. Ой, я угадал, я поджудить хотел. Я просто хочу сказать, что ваше мнение по поводу честных-нечестных выборов. То есть люди, которые были на Болотной площади, теперь оказались там, возле главпочтамта на Кировке. Ну как вообще можно думать о том, что у нас могут быть честные выборы? Ну что за наивняк такой? В мире имеется в виду. А? В мире. Вообще в мире. И у нас в частности, в частности и тем более. Если ты идешь на выборы, ты уже должен знать и предполагать то, что произойдет. Но вот эти ребята молодцы, которые... Это я бы назвал так. Вот сейчас сформулирую. Сейчас, Максим, это гастроли Болотной площади. Они могут выезжать с гастролями в разные города. Там очередной выбор очередного пацана. Они едут туда. Знаете, я когда провел субботник в Подмосковье, меня приглашали на гастроли с субботником. Говорят, вы звезда настоящая, не только стадион, вы субботники собираете. А эти должны ездить с гастролями. Туда, кстати, я слышал, поехала Собчак. Я вообще к Сене отношусь в силу того, что, во-первых, мы были знакомы, когда она была совсем маленькой. Я ей показывал, как на одной руке отжиматься на пляже от земли. И у нее это получалось. Я должен сказать, вот мне из всей этой команды, я вообще хорошо отношусь очень к Собчаку. И когда она на Нике той же вышла, она единственная зада... Вся эта игра в гламур. Помните мою формулу гламур? Это понятие уродов о красоте. И вдруг выходит, учительница гламура единственная задает мне гламурный вопрос. Мол, а вы бы голосовали за Путина, если бы у вас не было фондов? Да, фонды классные. И вопрос тоже достаточно честный и хороший. Мне вообще нравится, как Собчак умеет сегодня формулировать свои мысли. Не знаю, почему я это сказал. Наверное, к тому, что Гусман так покраснел, как не краснел никогда в жизни. И он понял, первый канал, спонсоры серьезные. И вдруг Ксения рушит это все. Вообще могут и бабки не дать те, что обещали. Вот это был показательный момент. Сбила программу, за которую уплачено. Кстати, по поводу... Если Ксении кто-то передаст о нашем разговоре, привет ей, низкий поклон и зрение. Я думаю, что Ксюша, да, услышит обязательно. Я, и особенно я к ней хорошо отношусь, еще знаете почему? Я не смотрю ее программу. Если бы я их смотрел, я бы на этом подчеркнул. Впечатление еще не испортилось. Я по памяти отношусь. У нас есть звонок, давайте послушаем по поводу того, нужны ли нам выборы вообще. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Так что с выборами? Здравствуйте, Михаил Николаевич. Приветствую. Из города Харкога беспокоен, 24 года. Хотел бы уточнить. Волосы взрослее. Что, что уточнить? Не стоит ли нам вернуться к монархическому строю? Я не знаю. Основываясь на православии, потому что демократия... Нет. Я вообще думаю, возвращаться никуда не надо. Человек, если идет вперед, а смотрит назад, он споткнется и разобьется. Оглядываться назад, посмотреть, кто тебя там догоняет с намерениями неверными, это одно дело. Но назад не надо возвращаться никуда. Ни в земство, ни в монархию. А вот другое дело, что поучиться у прошлого надо. Вот смотрите, сегодня... Сколько у меня времени до рекламной... У вас реклама сегодня та же? От импотенции? Как всегда. Реклама импотенции? Пять минут. Пять минут есть? Да. Тогда я вот что скажу. Я почему приехал в Ригу? Я говорил не раз, что здесь библиотека. Библиотека, я художественный руководитель, покупаю книжки бесплатно. Все, много людей записалось в библиотеку. Я иногда устраиваю вечера. И вот ко мне приехал Мединский Владимир в гости сюда. И сегодня уже Мединского книга, стена, ее здесь так, зачитываются ею люди. Потому что здесь особое отношение к чести и к достоинству. А Мединский из тех авторов... Вот знаете, фильм «Жила эта баба», а вот Мединский наоборот. Для него главное честь и достоинство. Я когда посмотрел в словаре, слово «честь» написано устаревшее. Нормально мы дожили. Честь и достоинство устаревшее понятие. Так вот, благодаря таким писателям, как Владимир Мединский, хоть кто-то на земле будет знать, что честь не устаревшее понятие. И поэтому я его пригласил. Очень много людей собралось. И вот уже на пресс-конференцию он, например, рассказал об удивительной истории флага российского. Оказывается, наш флаг сегодня... Вот мы вернулись к флагу, да? А ведь никто не знает его истории. Друзья мои, я бы не к этому флагу вернулся, а к истинному флагу России. Он был других цветов. Он был черный, золотой и серебряные полосы были. И эти полосы гармонировали по цвету с гербом. Но вернулись к какому? К Андрейскому флагу. Потому что на этом флаге был еще Андрейский крест, на котором распяли Андрея Первозваного. И под тем флагом победы были российские в истории. А под этим флагом, который взял Николай Второй, мягкий человек, одни поражения были у России. Сегодняшний враг России – это флаг российских поражений. 905-й год, 14-й год. Еще можно много примеров привести. Вот не надо возвращаться, как вы предлагаете, мое мнение. Надо оттуда заимствовать, брать лучшее, но не возвращаться. Михаил Николаевич, спасибо вам огромное. Потому что если бы вы сейчас сказали, что нужно вернуться к монархии, и если бы это произошло, о чем бы мы говорили? В выборы всегда есть возможность. Процитировать Владимира Чурова, посмотреть, что пишет Навальный в своем твиттере. Кстати, ему пришел такой интересный... А против батюшки царя выйди-ка. Царь, ладно, он будет делать вид, что он вольнодумец. А у него будет кто? Пенки Дорф и Держиморта. Да. Неотъемлемые спутники. Посмотрите, когда Пушкин... Кстати, вот, дайте мне еще минутку. Да. Когда Пушкин написал сказку о попе и работнике Балде, Жуковский попросил его изменить попа на купца. Когда издавалось. Жуковский, интеллигеновщий человек, он что, виноват в этом? Нет. Он понимал, что происходит, извините за слово, на рынке. А сегодня многие церковники тоже схватились за этот факт и говорят, надо, все, нельзя попов так унижать. Давайте тоже называть у Пушкина сказку о купце и работники его Балде. Это уже в интернете есть ссылки на это. Но в царское время большинство выходило книг о Попе и Балде. Это только с одной подачи Жуковского одна книжка была издана. Да, понятно. На самом деле, действительно, сообщения на эту тему проходят, что есть мнение, что нужно заменить название этой книги, поскольку оно дискредитирует. И Пушкина виды изменить. Нормально? Ну, УУУ, кстати, признался, что часы действительно были подарены, и просто он их никогда не носит. На здоровье носите. Зачем стирать тогда? Если подарены, мало ли, за 20 долларов, за 30 тысяч. Подарок есть подарок. Михаил Николаевич, есть... Надо пыль, это многие сегодня начнут подавать в суд. Пример неверный, нехристианский. Теперь о хорошем. Геннадий Анищенко считает, что в России следует постепенно двигаться в сторону запрета на производство и курение сигарет. Молодец. Вот очень свежая мысль. Кстати, Гитлер тоже запрещал курить. Вообще, интересно, вы помните, Анищенко сало запретил, помните? Да, конечно. Мы же говорили с вами. Вы знаете, сколько мне насыпалось на почту возмущение? Я тогда сказал, что что же вы запрещаете? Сало, сало, между прочим, в малых количествах очищает печень. Сало не вредный продукт. Ну, те, кто вегетарианцы, для тех вредный, да. Это я понимаю, я уважаю то и другое. Но, как вы всю гадость, весь слив продуктов с запада разрешаете? Потому что вам это выгодно, а сало вам не выгодно. Разворки вы запретили. Но меня посыпали, мне посыпались письма. Как вы смеете? Мы думали, вы вегетарианец. Мы вам верили, нормально. То есть человеку вегетарианцу можно верить? Нет. Друзья мои, сообщаю. Гитлер был вегетарианцем. И не надо мне говорить, что... Не курящим. ...кого не встречу из вегетарианцев. Как на меня гонят? Вы, падла, едите мясо. Во-первых, я не ем мясо, и не надо на меня гнать. Начнем с этого. Но уважайте тех, кто ест мясо тоже. Почему вы такие агрессивные, если вы утверждаете, что не есть мясо? Это значит не быть агрессивным. Ребят, не сходится практика с теорией. Где без кредитов? Не разодумайтесь, он и молоко не пил. Он был просто жесточайшим вегетарианцем. Как не повезло миру с таким вегетарианцем. Я не хочу зачаровать настоящих вегетарианцев. Поврежденных. Но я хочу сказать, что если не ешь мясо и сало, к этому надо прийти к развитиям своим. Стать просветленным. И тогда действительно не... Вот я не ем мясо, еще бравировать это. Не, не просветленный. Гонит. Михаил Николаевич, вот и истекли пять минут до импотенции. Я думал, что пять. И теперь мы вступаем в ее владение. Реклама на Юмор.ФМ. Через некоторое время вернемся. Добрый день всем, кто слушает радиостанцию Юмор.ФМ. Добрый вечер в восточной части нашей большой страны. Мы продолжаем прямой эфир из студии Юмор.ФМ. У нас установлен телемост и радиомост с Ригой. Где находится Михаил Николаевич Задорнов, автор ведущей программы «Неформат». И мы отвечаем на ваши вопросы по телефону 0731. Комментируем сообщение на 8870. И подводим итоги недели. У нас так оказался Геннадий Онищенко. Хорошая новость разбита на две неравные, может быть, половины. Мы прокомментировали уже его идею, связанную с отказом от курения. Постепенным вводом запрета на курение. Но, кроме прочего, Геннадий Онищенко на этой неделе еще кое-что заявил. Он сказал, что россиянам не следует опасаться снижения качества яиц перед Пасхой. Яйцо проходит все этапы допуска на рынок. Мы следим за безопасностью предприятий. Кроме того, прежде чем стать символом Пасхи, возрождения из мертвых, оно, уточняется, яйцо, проходит крайне эффективную обработку. Обеззараживается, варится вкрутую. Сказал Онищенко на пресс-конференции в Интерфаксе. Вы знаете, мне, когда вот это все говорит Онищенко, это ведь все-таки руководитель, да? Мне хочется попросить его дыхнуть в трубочку. Как можно такое комментировать? Ну, народ лучше знает, как он варит яйца. Он что, все яйца проверил в России? Яйца действительно, ничего страшного в этом нет. Ну, я сейчас не затрагиваю вегетарианство, убежденных вегетарианцев. Но, ради бога, это с детства мы играли в эту игру. Удариться, ударить друг друга вот этими яйцами, крашенными. И какая сторона, значит, там сломается, а какая нет. Мы даже умели понять, где скорлупка потолще. Это интересно, это детям хорошо, это возрождение, это игра. Хорошо, согласен. Он как-то все это говорит. Вот он сказал про прививки тут же, да? Да, еще было сообщение о том, что россиянам не стоит отказываться от прививок. Вести здоровый образ жизни и отказываться от необходимых прививок, рекомендует россиян Геннадий Онищенко. Ну, хорошо, здесь понятно, что многие отказываются от прививок. А почему он про яйца стал говорить? Что, кто-то отказывался от яиц? Ну, что, с чего вдруг? Прививки другое дело. Яд, а я скажу от себя так. Друзья мои, вот если вы обжираетесь, не занимаетесь спортом, если вы не поддерживаете режимом дня иммунитет, вам нужна прививка. Онищенко прав. Но норма Онищенко и Запада для обывателя, для таких людей пельменей, беляшей. Действительно, сделайте прививку, вонзите чужеродный белок, немножко изменится ваша энергия на всю жизнь, вы еще больше потеряете себя, но вам и терять нечего. Вы все равно живете не своей жизнью. Делайте спокойно прививку. Человек, который стремится прожить жизнь со смыслом, не форматом, не быть менеджером, судить о жизни с позиции своей философии жизни, кому прививка противопоказана. Прививка, отлучение от света, это чужеродный белок. Я не болею уже 15 лет, и я не делал ни прививок. Прививки спасают только тех, кто неправильно живут. Один говорит, что вы мне про спорт говорите, Михаил Николаевич. Я, по-моему, об этом уже говорил. Если бы спорт был полезен и зарядка, евреи бы все делали зарядку. А кто-то мне сказал, в каждом еврейском доме была бы гантелька. Ребят, они неправы в этом. Они неправы. Многие из них плохо себя чувствуют. И я считаю, что Онищенко только наполовину прав. Ну что-то он еще тут выдал. Но мы... А, лучше бы он воду наладил. Лучше бы он... Вот, вот. Вот почему он не скажет, надо наладить чистоту воды во всех городах России. Потому что чистота воды – это первая важная слагаемая иммунитета. Почему он не скажет, научитесь правильно дышать? Потому что это вторая слагаемая иммунитета. Научились делать зарядку. Что такое спорт? Правильно. Спорт – дело не очень хорошее. Спорт – это спорт тел. Позвольте мне так расшифровать. Это туловище развивается. А что такое зарядка? Заряжаться энергией. Это разница. Если ты утром позанимался спортом, ты уже никакой весь день. Твое туловище перегружено. Зарядиться, как шариковая ручка. Зарядка. Энергия пошла. Вот, 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 Анищенко бы ко мне на стажировку. Я бы ему сказал, что надо говорить, чтобы тебя уважал просветленный народ, а не обывательские пельмешки с беляшиками. Михаил Николаевич, тогда, подводя итог вашей пламенной речи, «Не будем трогать яйца убежденных вегетарианцев, примем звонок». Николай звонит нам из Ростова. Здравствуйте. Готов отвечать. Да. Алло. Добрый день. Добрый. Михаил Николаевич, я ваш давний поклонник. Это из Ростова-на-Дону, Николай. Это который на Волге? Нет, который Ростов-на-Дону. Все, проехали. Да, я слушаю. Михаил Николаевич, очень серьезный вопрос. Я вносил предложение, и его озвучил Сергей Шойгу. Надо нам или не надо перенести столицу России в Сибирь? Хотелось бы ваш комментарий услышать. Нет, это... Ну, с учетом того, кто открыл Сибирь, как мы говорили вы... С учетом того, кто открыл Сибирь, как у нас сегодня выяснили в программе, а устами ребенка глаголит истина, то, конечно, надо. Но вообще надо, по-моему, меньше вот этих реформ с дикими затратами денег на сегодняшний день, с откатами. Уж хватит одной Олимпиады, ребят. Ведь перенос столицы – это затраты, средства, сказаны такие же, как и проведение Олимпиады. Да, это звучит красиво, я согласен. И мне бы тоже было по сердцу, если бы где-нибудь рядом с Саяно-Шушенской ГЭС стояла такая российская Астана, куда бы уехали все наши чиновники. Знаете, мне сегодня интересно рассказали, что в Швейцарии министра выбирают на один год. И они не успевают стать коррупционерами. А у нас Жириновский сказал, надо выбирать тоже. Он же тоже говорил. Он говорит, долго, если губернатор на посту, сказал Жириновский где-то, посмотрите, как его рожа распухает, как он объедается. Он же все-таки гениальный человек. Я думаю, что это не радикальное на сегодняшний день средство, хотя в будущем, наверное, это надо сделать. А Шойгу, наверное, назначили не просто так в Подмосковье, друзья мои. Значит, в Подмосковье затевается что-то очень чиновниче-серьезное. Потому что он очень хороший организатор. Да, в Подмосковье наше ЧП, поэтому министр чрезвычайного происшествия туда назначен. Но смотрите, уже Медведев выдал. Давайте Москву расширим. Друзья мои, вы понимаете, чем это кончится? Это только Медведев в ней. Президент наш не понимает. Президент, который пока еще президент. Он совершенно не понимает. Туда же приедут гастарбайтеры. Наша подмосковная нищета, как была нищетой, так и останется. А туда приедет Кавказ. Туда приедет Среднязия. Подмосковье сплошь насытится тем, что это теперь Москва. Туда рванет вся нищета Среднязии, которая по сравнению с нашей нищетой олигархио просто застоять. Совершенно. Вообще, я в ужасе от всего. У меня есть домик в Юрмале. Вот к чему пришла моя мысль. Я буду здесь спасаться от этого. Ничего, Михаил Николаевич, скоро Москва расширится очень серьезно. И вам недолго осталось. Ну, конечно, я бы перенес Москву в какой-то город, как Астана, неподалеку, допустим, от Алматы. И также неподалеку между Питером и Москвой. Вот я бы треугольник замкнул. Сделал равнобедренный треугольник. И это было бы правильно. Правь, явь, навь. Такая древняя мудрость равновесия. Питер, Москва, Москва, явь. Питер, Навь, а еще какой-то третий городок, там где-нибудь, знаете, Всевышний Волочок, допустим. Или Новгород Великий, кстати. С него пошла, есть и будет земля русская. Туда перенесли в свое время князья столицу Северной Руси. Вот, друзья мои, можно там сделать это. И тогда будет равнобедренный треугольник. И в третьем городе будет правь заседать наш. И мешать нам не будут. Мы будем нормально ездить, без мигалок. Как они мне надоели. Вот, ну, чиновника сняли мигалку. Он в знак протеста на голову ее надел и пошел, чтобы его пропустили без очереди куда-то. Михаил Николаевич, у нас несколько сообщений на эту тему. Вот выяснилось по сообщению помощника президента России Аркадия Дворковича, что переезд чиновников в так называемую Новую Москву будет комплексным и состоится не ранее конца 2014 года. Так что с мигалками еще ребята поездят. 2014, молодец Дворкович. Интересно, он сам верит в это вообще? Ну, он двор возглавляет. Знаете, как раньше при императоре двор был? Возглавляет Дворкович. Да, еще пришло сообщение, что Москва предварительно будет делиться на три зоны. Ближнюю, среднюю и дальнюю. Вот, вот, пришли к праве. Ты где живешь? Я на зоне. На какой? На третьей зоне. Вот это точно. Вот Россия всегда тяготела к зонам. Кстати, английское слово prison похоже от слова зона. Prison это тюрьма, вы знаете по-английски, да? При зоне находится. Вот так и будем при зоне находиться. У нас небольшой перерыв на короткую рекламу, после которой вернемся в студию ЮМРФМ. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции ЮМРФМ по радиосвязи из Риги. С нами Михаил Николаевич Задорнов, автор ведущей этой программы Максим Забелин. Это я, я помогаю вести ему программу. И мы принимаем ваши звонки. Мы подводим итоги недели. 8870 номер для ваших смс-сообщений. Я хочу их несколько зачитать, потому что в начале программы мы традиционно объявили конкурс на самые интересные, забавные сообщения, которые вы где-либо встречали, они могут находиться в вывесках, в названиях ресторанов, кафе и так далее. Приходят следующие. В Есентуках магазин для животных «Сукин сын». Подписался. Ну, понятно, зато о чем речь идет. Да, сразу точно. Название кафе на трассе «Киднеппинг» Борис Самара. Вот, неизвестные слова, да, завлекухи. Потрясающе. Там вообще крадут, а так нормально. На ярмарке вывеска «Рыба живая, свежайшая». Потрясающе. Следующий шаг – это мясо живое. Я когда-то предлагал, Максим, такой ресторан крутой сделать, где приводят корову живую, и клиент показывает, откуда вырезку ее сделать, как по-моему. Или карандашом рисует на корове, говорит. Сейчас, с удовольствием. Так. Город Арзамас из Нижегородской области. Магазин женской одежды «Богатырь». Класс. Видимо, мужскую одежду продавали, потом решили женскую. А потом поменяли на женскую, а она с вами, думает, уже все привыкли ходить. И там такие бабы классные такие, девчачки. Магазин одежды в городе Владимире «Не пальцем сделано», прислала Жанна. Вот такое сообщение. Еще сообщение, которое относится к теме нашего сегодняшнего разговора. Впереди. Пасха. Встречаются две подруги. Одна говорит другой. «Христос воскресе». Та отвечает. Ты что, дура, пасха-то в воскресенье. Пауза и первый выдает. Ну тогда с насыпающим тебя, Христос, воскресем. Нормально. Они ведь считают себя верующими. Вот. А я в начале девяностых, когда все старались стать верующими, из атеистов быстро переребрендиться, тюнинг сделать душе своей и договориться об устройстве фотостороннего мира, они, одна, другой, гламура не было слова, а бабы гламурные были. Одна, другая позвонила и говорит, «С Рождеством тебя, Христос воскресе!» Она изумилась, говорит, «Ты что, это же Рождество, он что у тебя, родился неживым, что ли?» Вот такие у нас грамотные верующие. Бывают. Но большинство все-таки не такое. Жалко, что мы часто по таким дурням и придурочным судьям обо всех. На самом деле и в полиции есть люди, которых можно назвать русским словом «милиционер» нормальным. И есть в паре порядочные везде. Но вот, к сожалению, у нас такая профессия с вами, мы обсмеиваем вроде как всех. Друзья мои, мы не всех обсмеиваем, а только исключение из правил. Михаил Николаевич, у нас впереди есть наша традиционная рубрика, мимо которой мы пройти не можем, это «Вопрос от звезды». Да. Давайте послушаем сегодня Максим Дунаевский. Ой, Макс. Неформат. Вопрос от звезды. Я Максим Дунаевский. Задаю вопрос Миши Задорнову. Миша, играешь ли ты сейчас в теннис? Если нет, то почему? А если да, то почему не со мной? Ну, на второй вопрос мне очень легко. Макс, дорогой, я не играю с тобой, потому что я не люблю проигрывать. А ты что-то слишком хорошо стал играть. Это полное безобразие. А играю ли я в теннис? Играю на редко. Я сменил, Макс, большой теннис на настольный. Это так здорово. Это так мягко. И такая реакция. Я думаю, моя реакция даже на сцене быстрее стала срабатывать благодаря настольному теннису. Причем я реально играю. И у меня еще никто из актеров, приезжавших ко мне в гости, не выиграл. А в большой многие выигрывают. Вот поэтому мне больше нравится играть в настольный теннис. Будет лет 80, я буду участвовать, как здесь говорят в Латвии, в кубке сеньоров. Мне только надо до сеньоров дорастить. Вот, пожалуй, и все. И ответ на вопрос. Михаил Николаевич, почему не бадминтон? В бадминтон я играю слишком хорошо. И если я буду играть с теми, кто сегодня популяризирует игру, я выиграю. А это будет конец моей карьеры. Вы очень осторожны. Который, правда, и так в концовку конец. Но бадминтон, кстати, после большого тенниса и настольного научиться очень легко. Действительно, очень патагонная игра. И мне она вообще-то очень нравится. У меня есть даже поле для бадминтона на даче. И настольный теннис. И стол настольный. Сегодня вечером ночью после пресс-конференции поедем с Мединским сражаться в настольный теннис. Оказалось, он тоже хорошо играет. Ну, что еще? На этой неделе пришло сразу несколько сообщений о том, что наши чиновники задекларировали свои доходы. Я коротко их обобщу. По сообщениям агентства Интерфакс, президент России Дмитрий Медведев в 2011 году заработал порядка 3 миллионов 300 тысяч рублей. Доход премьер-министра России Владимира Путина составил 3 миллиона 662 почти тысячи рублей. Глава Подмосковья Борис Громов заработал 3 миллиона 400 тысяч рублей. Ну, то есть примерно 3,3-3,5 заработали наши чиновники. Самым богатым чиновником стал член Совета Федерации, сенатор от Бурятии Виталий Малкин. Он заработал за год свыше 1 миллиарда 11 миллионов рублей. Но надо сказать, что до того, как он стал сенатором, он, ну, видимо, совмещает это до сих пор, он занимает должность заместителя генерального директора ООО «Стойлинский горно-обогатительный комбинат». Мне больше всего здесь понравилось из всех сообщений словосочетание «сенатор Бурятии». Вот это мне очень нравится. Это так же, как Ладу Калину прилепить тире Ламборджини назвать. Но, знаете, очень точно бывают бюрократические выражения. Вот о чем я подумал, когда слушал ваше сообщение. Что это значит? Вот, например, пенсионный возраст обозначен бюрократами, нашими юристами, сроки дожития. Вы представляете, как точно? Нет, чтобы написать там сроки счастливой старости. Нет, сроки дожития. Это очень точно. Вот так и в этой ситуации. Как написано еще раз? Задекларировали свои доходы. Это так и написано. Декларированные доходы. Это не есть настоящие. Это декларированные. Да, все правильно, молодцы. Так и будем считать. Ну, что такое 3,5 миллиона? Это порядка 100 тысяч долларов. Ну, чуть больше. 110, наверное, да? 120. Пришло сообщение из Вашингтона. Ну, то есть это реальная зарплата? Да, это реальная зарплата. Пришло сообщение из Вашингтона по поводу заработной платы в Соединенных Штатах Америки. Глава Apple Тим Кук стал самым высокооплачиваемым главным исполнительным директором в США. По итогам 2011 года, это сообщает агентство Bloomberg, Кук получил около 378 миллионов долларов. Сколько? 378 миллионов долларов. Ну, он где-то бизнес какой-то? Да, он глава... Или он откаты задекларировал? Нет, глава Apple. Ну, кроме прочего, у него... А, да, конечно. То есть исполнитель или директор Apple, да? Там есть вознаграждение в форме пакета акций, поощрение бонуса и заработная плата. 378 миллионов. Вы знаете, что я подумал? Их яблоко более процветает, чем наша партия яблок. Их фирма яблока. Наша маленькая, но гордая. Маленькая. Малость такое уже печеное яблочко такое. Но у них яблоко и у нас яблоко есть. А мне пришлось... Наш привет, Сергей Митрохин. ...сообщение. Мы же говорили про мост, который засфальтирует. Да, да, да. Максим, мне пришло сообщение на почту, что, оказывается, когда этот мост разводили, то и провода троллейбусные порвали. То есть, значит, думали, что Медведь не только по асфальту поедет, но еще и на троллейбусе. И чтобы провода там не дзынкнули в ненужном месте. А я... Да, это весело. Провода натянули, так что мост развести нельзя. Я хотел вернуться... Не оскудеет отчизна придурками наша. Пауза. И сейчас следующее сообщение, потому что об оно не в стык дошло. Сергей Шойгу, недавно утвержденный на Одесс... Шойгу, простите, недавно утвержденный на должность губернатора Московской области, стал заведующим лабораторией в Московском университете. Об этом 10 апреля сообщил Интерфакс. Я долго этого добивался. И вот теперь я заведующий лабораторией МГУ по совместительству на полставки... В какой именно лаборатории МГУ предстоит подрабатывать Сергею Шойгу, не уточняется, к сожалению. Но вот вы говорили о том, что это настоящий профессионал, который перевернет Подмосковье, да, ему рычаг. Может быть, этот рычаг и находится где-нибудь в стенах лаборатории? Ну, наконец-то деньжатскую, полставки все. Я помню, как я получал инженером 120 рублей, на руки мне полагалось 100. В аванс 50, 45, а, и 55, 105, и 55 в зарплату. И я работал на полставки 30 рублей. И я скопил на андаторовую шапку. Я желаю Шойгу тоже полставки откладывать и скопить на андаторовую шапку. Михаил Николаевич, ну, видимо, полставки вообще входят в нашу жизнь, это как норма и мода, да, новая. Потому что вот мы с вами на полставке, я продюсер радиостанции, сейчас с вами работаю в эфире. Вы известный писатель-сатирик на полставке в эфире радиостанции Юмор-ФМ. И только наши радиослушатели замечательные. Вот чего мы реализируем над Шойгой? А большинство в России на полставки. А не на полставки. Да, это известная история. Давайте перейдем к другим новостям. А у нас... Сказал, я прячу улыбку в накладные усы. Да, есть несколько сообщений по поводу миллионеров, которые хотят работать на полставке где-то еще. Так вот, в Китае 39-летний миллионер Ки Цзян Джан вылечился от болезненного влечения к азартным играм, переквалифицировавшись в обычного шахтера. Джан владелец нескольких китайских супермаркетов. Однажды он начал часто ходить в казино и спускать там огромные суммы денег. И один раз проиграл 13 тысяч долларов. После этого случая он решил бороться со своим болезненным хобби, обменяв его на увлечение шахтерским трудом. Многие шахтеры не знали... На полставке? На полставке, конечно. Это тренд. Или он про Шойгу узнал, или Шойгу про него. Но какая-то взаимосвязь. А что там дальше? Да, он увлекся этим делом и сейчас реально ходит на работу. При этом супермаркетами теперь занимается его семья. И он стал настоящей знаменитостью в городе. О нем пишут газеты, потому что ранее не было известно, особенно тем ребятам, которые с ним работают, что он миллионер. Сейчас они об этом узнали, и он один работает в забое в целях безопасности. Помните эту песню? И пошел в забой. Парень ушел в забой. Мы всегда пели в забой. А вообще, я должен сказать, что если серьезно говорить, мне кажется, что у этих людей, которые много повидали, много знают, им хочется что-то для души. И я подозреваю, что Шойгу, как вы говорили, я думал Шойгу, но вы сказали Шойгу, значит Шойгу. Что Шойга, вот этот китаец, у них есть какие-то увлечения, то, что называют не нашим словом хобби. Вот у меня увлечение, например, есть история, язык. Я бы с удовольствием тоже на полставки куда-то устроился, но я не хочу этим заниматься, этим занимаюсь бесплатно. И знаете, что интересно, вот продолжая тему фильма «Жила-была-баба», я поместил, мы с вами в передачах не раз говорили об истории Руси, вот той глубины, как я говорю, украденной истории Руси. И я хочу снять фильм о приходе Рюрика на Русь, о том, как сложилась его судьба. И это очень интересный такой приключенческий фильм. Но, к чему я это говорю? Да-да-да, я заканчиваю. К чему я говорю это? Мне, у меня очень много комментариев на 5 постов, 6 постов я этому поместил, этому посвятил. И знаете, по 800-900 комментариев на каждый пост и по 50 тысяч прочтений каждого поста только в своем журнале. Но, интересно, пришли вот какие сообщения. Снимите фильм, мы скинемся. И это уже около больше 100 предложений. Что давайте мы дадим вам деньги, чтобы вы не зависели ни от каких спонсоров. Чтобы вы могли сделать фильм такой, как вы считаете. Представляете, я только помечтал об этом. Это не от меня идет идея. И я об этом буду сейчас в живом журнале писать. Может быть, действительно это надо сделать. Чтобы не зависеть от тех, кто будет тебе диктовать, какова была наша история. Люди сами написали об этом. Да, на самом деле я целиком и полностью поддерживаю вашу мысль относительно того, что почему бы не сделать такой общественный фильм, который, ну правда, может многое рассказать об истории. И чтобы честь и достоинство сохранялись в обществе. Там далеко не все с честью и достоинством жили в нашем глубинном прошлом. Но были люди, которые это всегда благородство нашей истории держалось на ком. Может быть, их было не так много, как хоть, но они были. Вот. Мне нравится, что люди так откликнулись. Друзья, мы прервемся на несколько минут, после которых вернемся в студию. Продолжается программа «Неформат» с Михаилом Задорным в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Мы принимаем ваши звонки. 0731-8870 номер для ваших смс-сообщений. Ближе к концу часа мы подведем итоги нашего импровизированного конкурса. А сейчас, Михаил Николаевич, у нас есть традиционная наша рубрика. Это «Блиц». Топ-5 лучших вопросов от радиослушателей, которые поступили в течение недели. Попытаемся на них ответить, да? Хорошо. Попытаемся. «Неформат» 5 лучших вопросов недели. Номер 5. Добрый день, Михаил. Меня зовут Сергей. Я русский, народился в Латвии. Знаю, что вы тоже здесь живете. Скажите, на ваш взгляд, позиции Латвии и России сблизились или отдалились? Спасибо. Позиции Латвии с Россией пока сближаться не будут. Плохие отношения очень выгодны всем. Торгующим выгодны. Знаете, на плохих отношениях можно сделать больше денег политикам. Поэтому извините, пока надо исключать причину. А все остальное будет игра в сближение. Давайте дальше. «Неформат» 5 лучших вопросов недели. Номер 4. Здравствуйте. Меня зовут Света. В Москве на дорогах все больше и больше пробок. А чем вы занимаетесь, когда стоите в пробках? Я говорю по телефону. У меня офис в машине. Поэтому я прошу меня возить всегда. Чтобы я сам за рулем не создавал аварийную ситуацию. И, должен сказать, это единственная возможность в Москве делать дела. Потому что вот если едешь куда-то, одно дело, не более. По телефону рекомендует. «Неформат» 5 лучших вопросов недели. Номер 3. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Если бы вы были программистом, какую бы вы придумали компьютерную игру или программу? Спасибо, Александр. Я давно уже думаю, что вот если выйдет фильм «Рюрик» на экраны, сделанный за деньги всенародные, и если он действительно будет удачным, сделать такую игру надо, основанную на персонажах истории Древней Руси, былинах древнерусских. Потому что если ты хочешь пройти через этот лес, ты должен правильно поговорить с соловьем-разбойником. Ты должен правильно прийти к Илью Муромцу, к Святогору. Со Святогоркой общнуться. Вот мне кажется, это очень интересно. А там русалки, болотные всякие боги. Ой, ой, как бы я в это... Во все ваши болотные боги. Извините, да, вы смеялись, Максим, я понял. Я не Навальный, не Собчак. Нет, это там были серьезные ребята в свое время на Древней Руси. Зачем нам играть в шведскую мифологию? В скандинавскую, извините, в Швеции в то время не было. У нас своя богатейшая. И тогда бы наши дети развивались бы в правильном нашем направлении. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер два. Михаил Николаевич, добрый день. Меня зовут Алексей, Екатеринбург. Я живу в многоэтажке на первом этаже. Скажите, должен ли я платить за пользование лифтом? Спасибо. Ну, конечно, должен. Ну, ведь в обществе живешь. Как только урвешь за лифт в день 50 копеек, не платить. Ой. Нужно взять... Будете таким скаредным, что дела у вас не пойдут. Вообще, чтобы вы знали, у жадин дела идут всегда плохо. Хотя вопрос очень остроумный. Если жена надоумила на этот вопрос, если это ей пришло в голову сэкономить, ну, передайте ей, что щедрым быть выгоднее. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер один. Алло. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Дмитрий из Москвы. Вот говорят, что Ленин спал по 4 часа в сутки. А сколько спите вы? Спасибо. Ой, я боялся, что он спросит, правда это или нет. Как будто бы я спал с Лениным и знаю, сколько он спал. Ну, зато сейчас спит дольше. И я... Максим, я не могу так, как хочется. Я... Сколько я сплю? Сплю, как получится. Напьюсь, сплю 20 часов. Нет, я не напиваюсь. Я по-разному сплю. Иногда 4 часа достаточно, чтобы выспаться. И всегда стараюсь заснуть до 12. Вот если до 12 я засыпаю, ну, хотя бы раз в неделю. И вы знаете, организм на всю неделю за 5 часов может отдохнуть. Но я всегда днем 10-5 минуток, 3 минутки посплю, сидя в кресле. И вот интересно, что если отключаешься, сидя в кресле, расслабляешься правильно, произносишь в уме любимые слова, светлые, то организм отключается ровно столько, насколько надо отключиться, чтобы восстановиться. И лучше это делать всегда в 3-4 часа. А почему, когда я тебе объясню, это очень сложная древняя наука есть, аюрведа. Она объясняет это. Но если человек умеет расслабиться на 3-4 минуты в течение дня хотя бы раз, он может спать не более 7 часов. Вообще более 7 часов спать вредно. С давлением будут проблемы. Отлично, это был последний вопрос нашего Блица. Друзья, звоните на 0731, задавайте в течение недели вопросы. И самое интересное, мы подведем на них итоги, ответим в рамках нашей программы. А вы не сказали. Вы не подвели итоги, Максим. Мы сейчас подведем итоги нашего конкурса. Я как раз хотел об этом сказать, конечно. С вашего позволения, я зачитаю несколько сообщений, которые мы с вами успели обсудить. И, по вашему мнению, они стали самыми интересными. Ну, конечно же, среди них есть следующее. Молоко 3,2% жирности от птицефабрики. Птицефабрики Ревкинская. Они птиц доют. Это хорошо. Максим из Ветерина. Птичье молоко, да, такое. Книжка в подарок. Да. Название водки. Ну, здесь целая серия. Поболтаем с тещей, поболтаем с другом, поболтаем с перцем. Валерий из Калуги присылал. Они все на одном месте у нас получились, или нет? Да, да, да. Тогда всем по открытке. Над водкой каждый у нас в России шутить может. Далее. Александр Барнаул. В магазине ценник. Носки 29 рублей. Акция 2 плюс 1. Гениально. Вот 2 купил тебе еще 1 и пристрой его. Найди одноноговый и продай. А знаете для кого это? Для особо сообразительных, чтобы купили 2 пары и третья получится. О, видите? Да, это для тех, кто умеет читать. Действительно. Я не мог пройти мимо еще одного сообщения. Питер. У нас в городе есть магазин, который называется «Чай, кофе и всякие прибамбасы». Кофей на секс-шоп. Напомню про картошку из будущего. Когда молодой человек купил картошку в магазине и на полиэтиленовой упаковке напечатано. Собрано август-сентябрь 2012 года. Конечно, это подарок книга. И, наконец, тройка лидеров. Так. Итак, третье место. Москва. Лефортовский рынок. Палатка. Куриные запчасти. Вячеслав. Большая книжка. Тяжелая. Рязань. Центральный рынок. Надпись над лавкой с зеленью. Улетная травка. Книжка и диск. Чтобы улетел мужик. Травку купил и улетел. И, наконец, то, что нам подарило сегодня целые 15, а то и, может быть, 20 минут обсуждения. Это сообщение, которое я процитирую от начала до конца еще раз. Работаю в офисе поваром. Вижу картину. Наша секретарша разгадывает кроссворд. Заглядываю, что же она там написала. На вопрос, кто освоил Сибирь, пишет еврей. Ведь первая буква Е. Вот так теперь будем называть Ермака. А вам подарок. Лучшая книжка, как я думаю. Из моих лучше, а не вообще лучше. Не потому, что я так зазнался. Михаил Николаевич, я тоже хочу прислать сообщение, чтобы вы мне наконец-то подарили свою книжку. Ну, придется походить по Москве недолго. Два квартала, и считайте, вы победителем станете при таком обилии дури в названии. Дорогие друзья. Ну что, жалко, но надо прощаться. Да, наша программа подходит к концу. К сожалению, мы вынуждены попрощаться до следующей недели, 20 числа. Я надеюсь, что мы будем все живы-здоровы. Встретимся с вами в эфире радиостанции Юмор-ФМ. Сегодня я хочу поблагодарить наших коллег в Риге, которые организовали этот радиомост. Хочу поблагодарить вас, Михаил Николаевич, за то, что вы нашли время приехать, ответить на вопросы, подвести итоги недели. А знаете, сюда ездить, между прочим, вот на эту передачу, мне легче, чем в Москве. В Москве добираюсь очень долго. А в Ригу приехал, сел, пять минут проехал, и тут никаких пробок. Я тоже благодарю рижских коллег. Прекрасный европейский город. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. До встречи на следующей неделе. Неформат с Михаилом Задорновым. Только прямой эфир. Звоните 0731 со всех мобильных.